Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, в задании 3 на странице 32 надо найти значение выражения и выполнить проверку. 42 разделить на 14. Смотрим на последнюю цифру делителя. Это 4. Вспоминаем таблицу на 4. Смотрим на последнюю цифру делимого. Это 2. Находим в таблице на 4 ответы с цифрой 2 на конце. 3 умножить на 4 получится 12. Проверяем. 3 умножить на 14 получится 42. Ответ 3. 90 разделить на 45. Смотрим на последнюю цифру в делителе. Это 5. Вспоминаем таблицу на 5. Смотрим на последнюю цифру делимого. Это 0. Находим в таблице на 5 ответы с цифрой 0 на конце. 2 умножить на 5 получится 10. Проверяем. 2 умножить на 45 получится 90. Ответ 2. Повторим уравнение сложной структуры. Выполним задание 4 на странице 32. Решим первое уравнение. Это уравнение сложной структуры. Упростим уравнение, выполнив дополнительные вычисления в левой части уравнения. 75 разделить на 5. Получится 15. Получаем простое уравнение. Х умножить на 15 получится 30. Найдем неизвестный компонент. Первый множитель. Чтобы найти неизвестный множитель, надо значение произведения разделить на известный множитель. Х равен 2. Выполняем проверку. Записываем ответ. Значение неизвестного компонента 2. Решим второе уравнение. Это уравнение сложной структуры. Упростим уравнение, выполнив дополнительные вычисления в левой части уравнения. 88 разделить на 2. Получится 44. Получаем простое уравнение. Х умножить на 44. Получится 88. Найдем неизвестный компонент. Первый множитель. Чтобы найти неизвестный множитель, надо значение произведения разделить на известный множитель. Х равен 2. Выполняем проверку. Записываем ответ. Значение неизвестного компонента 2. Решим задачи из номера 5 на странице 32. Решим первую задачу. В кинотеатре сидели дети и взрослые. Дети разместились на 12 рядах по 10 человек в каждом. А взрослых было в 3 раза меньше. Сколько взрослых было в кинотеатре? Выполним краткую запись условия задачи. Для краткой записи мы выбрали слова «дети» и «взрослые». В задаче надо узнать, сколько взрослых было в кинотеатре. Решим задачу. Первым действием мы узнаем, сколько детей пришло в кинотеатр. 10 умножить на 12 – получится 120 детей. Вторым действием мы узнаем, сколько взрослых пришло в кинотеатр. 120 разделить на 3 – получится 40 взрослых. Записываем выражение. Количество детей, пришедших в кинотеатр, разделим на 3. Записываем ответ. 40 взрослых было в кинотеатре. Решим еще одну задачу из данного номера. В зале кинотеатра было 15 рядов по 8 кресел и 5 рядов по 10. Сколько мест в зале? Выполним краткую запись условия задачи. Из условия задачи видно, что в зале было 15 рядов по 8 кресел и 5 рядов по 10 кресел. В задаче надо узнать, сколько всего кресел в зале. Решим задачу. Первым действием мы узнаем, сколько кресел в 15 рядах. 8 умножить на 15 – получится 120 кресел в 15 рядах. Вторым действием мы узнаем, сколько кресел в 5 рядах. 10 умножить на 5 – получится 50 кресел в 5 рядах. Третьим действием мы узнаем, сколько всего кресел в зале кинотеатра. К 120 прибавить 50 – получится 170 кресел всего в зале. Записываем выражение. Количество кресел в 15 рядах прибавим количество кресел в 5 рядах. Записываем ответ. 170 кресел в зале кинотеатра. Посмотрите на схему зрительного зала. Помогите посчитать, какое количество зрителей вмещает этот зал. Выполним краткую запись условия задачи. На схеме видно, что в зале два вида рядов с обычными местами. Это 5 рядов по 17 мест и 3 ряда по 14 мест. И 6 диванов на 2 человек. Надо посчитать количество зрительных мест в зале. Решим задачу. Первым действием мы узнаем, сколько мест в 5 рядах. 17 умножить на 5 – получится 85 мест в 5 рядах. Вторым действием мы узнаем, сколько мест в 3 рядах. 14 умножить на 3 – получится 42 места в 3 рядах. Третьим действием мы узнаем, сколько мест на диванах. 2 умножить на 6 – получится 12 мест на диванах. Четвертым действием мы узнаем, сколько мест всего в зрительном зале. К 85 прибавить 42 – прибавить 12. Получится 139 мест в зрительном зале. Записываем выражение. Количество мест на 5 рядах прибавим количество мест на 3 рядах и количество мест на диванах. Запишем ответ. 139 мест в зале кинотеатра. Подведем итог урока. Сегодня мы составляли задачи по краткой записи. Повторили решение уравнений сложной структуры. Повторили вне табличное умножение и деление при решении примеров и выражений. После просмотра урока выполните самостоятельно задание 5b на странице 33. Удачи вам, ребята! Оцените свои знания по лесенке успеха. Надеюсь, тема не была для вас сложной. Урок подошел к концу. До новых встреч!